Легким движением руки перемещаемся лет на 100-150 назад. Добро пожаловать в старинный Томск. Да, здесь время определенно остановилось. Вот год основания, 1604 год. На этом месте в 1604 году был основан город Томск. А вот оборонительное орудие. Само вот это вот орудие настоящее. А здесь в этих старинных зданиях, скорее всего, какие-нибудь офисы располагаются. Очень красивая старинная застройка. А впереди виднеется монастырь. Сейчас пойдем туда посмотрим. Посмотрим, что тут в дворах. Как тут люди живут, интересно. Такие почтовые ящики. За последние 150 лет здесь точно ничего не поменялось. Вот она, котейка. У нас такая. Поняла, что могут что-то дать. Ладно. Ничего мы тебе не дадим. Еще твое съедим. Вдоль по Питерской, да по Тверской, Ямской. Ой, блин, нифига себе тут все колеса переломаешь. Следственный отдел по Октябрьскому району. Вот те и монастырь. Здесь даже РУВД находится в исторических памятниках. Суровый город Томск. Сегодня еще попробуем попасть в музей НКВД. Там тоже очень колоритные виды. А где-то здесь должно быть Белое озеро. Круглый брудик посреди города. Живописное место. Интересное живописное озеро. Когда-то в 19 веке вокруг озера росли белые березы. Отсюда и пошло название Белое озеро. Прокат катамаранчиков здесь есть. Красота. Интересно. Черепаха Тортива в пруду живет. Убер. Поплыла куда-то. Нифига огромная какая. Баржа целая, а не черепаха. Полметровая такая баржа. Поплыла. Прикольно. Интересно, что они их на зиму вылавливают, что ли? В лужу оттуда или они где-нибудь подо льдом в спячку впадают. Чудеса. Первый раз их же нигде не видел такого озера. Даже в Сочи нету с черепахами озер. В Москве и в Питере тоже не видел. А здесь есть диковинка. Поплыла куда-то баржа. Большая черепаха. Кто-то под водой плавает там. Гигантские пузыри пускаются. Тут похоже Лохнесское чудовище белого озера плавает. Памятник такой сделали. Интересный. Спускаемая капсула космического корабля. Она настоящая. Я раньше ее видел. Она без штукатурки была. А сейчас ее зачем-то штукатуркой измазали. Получилось как-то непонятно. Короче, была настоящая капсула. Стала заштукатуренная. Как-то ее тюнинговали. Непонятно. Вот что значит историческое место. Здесь даже знаки вот такие дорожные, запрещающие движение гужевым повозкам, существуют. Я таких даже не видел. Такой гигантский царь-флаг. Сразу видно, что здесь культурная столица Сибири. Гигантский, гигантский просто флаг какой-то. Да и мачта такая же. Просто какая-то циклопических размеров. Где развитие Томска, говорит прапраправночка Ленина. А вошь мирового пролетариата и отвечает. Вон в том направлении идите. Ну вы понимаете в каком. Красивые душевные улочки. Обожаю старинную архитектуру. Такое ощущение, что попадаешь в какое-то прошлое. Может и не на 150 лет назад. Но по крайней мере куда-то в советскую эпоху. Такое ощущение, как будто где-то в Одессу попал на Малую Орнаутскую улицу. Я вот смотрел в панорамах. Вот там точно такие же дома какие-то. Ну раньше, наверное, архитектура вообще была похожа во всех городах. Такая царская, купеческая архитектура. Интересно смотрится улица, которая вверх уходит на горку. Чем-то напоминает Сочи. И вот там в Сочи тоже есть улица такая. И у нее пешеходная зона тоже так идет за такими бордюрами высокими. Ну правда архитектура там совершенно другая. А как ни крути, лица здесь у людей добрее. Все-таки это культурная столица Сибири, я так понимаю. Вот Питер у нас культурная столица. А давай посмотрим, что в закутках делается. Вот. Меня заинтересовало, вон только красное граффити. Как обычно, заходишь во дворик, а тут заброшки. Точно, смотри. Обратная сторона Луны. Другая сторона реальности. А тут купеческий домик, но уже обвалившийся. Видимо, когда-то здесь был пожар. Вон там кровля все рухнуло, перекрытия рухнули. Короче, а во двориках вот такой гарлем. Смотри, здесь даже машина, вон какой-то москвич стоит. И тот в граффити весь изрисован. И в нем, кстати говоря, тут вошка и сошевелится. Пиво пицца. Оп! И опять выход в цивилизацию. Опять все красиво. Отреставрировано и вылезано. Но все равно, даже такие задворки, они все равно имеют какой-то душевный вид. Самилия. Продолжение следует... Продолжение следует... А это что за знамя Победы развивается? Интересно, здесь что? Штаб-квартира Коммунистической партии, наверное. Знамя такое потрепанное, старинное. И правда, знамя Победы. Здесь в центре города находится мемориальный сквер и мемориальный музей НКВД. Здесь когда-то находилась тюрьма. И внизу находился расстрельный коридор. Там никто не будет мешать. А что вы берете-то? Спасибо большое. А, нам не надо. Вот такая дверь прям... Тюрьмя, вот эта настоящая, тюремная дверь. Так же, как все остальные, такие же красные. И там в самом конце коридора вы увидите дверь от карцера. Она тоже настоящая. До 2010 года она служила по назначению. До 2010? Да. А, это откуда-то сняли с действующей тюрьмы? Вот эти двери из тюрьмы, которая на Пушкино была. И сейчас там тоже действующий следственный изолятор находится. А он тоже в старинном здании, да, находится? Нет, я там сама не была. То есть я вам не говорила ничего. И слава богу. Да, потому что в царское время на том месте находилась тоже тюрьма. Одна из самых больших томских тюрем. Назовалась Томская центральная пересыльная тюрьма. То есть через нее гнали каторжников на Рыбский край. А в этом здании тоже действительно была тюрьма с 23 по 44 год. Следственная тюрьма. И в этой тюрьме двери были намного меньше, чем вот эти красные двери. Вот они примерно соответствуют размеру вот этих вот нынешних витрин. То есть, собственно, эти витрины находятся на месте приема. Да. Ну вот первый зал, это две камеры. Вот по этой балке проходила стена, которая разделяла эти камеры. Вот стык еще, след от этой стены. Тоже хорошо в дизайнстве видео остается. Соседний зал тоже бывшая камера. Ну дальше вы будете, если двигаться, увидите там тоже камеру непосредственно. Ничего не знаете, да, про это здание, про историю ее? Ровесники нынешних школьников, да. А это достаточно взрослые, сознательные, молодые люди. Самая расхожая версия убийства, причин убийства среди общественности Томска, то, что убийство политическое и это месть Черносоцкого. Дизайнский был известный деятель Союза Русского народа. Слышали что-то про погромы, октябрьский погрома 1905 года в городе у нас? Да, слышали. Ну так. Вот, если гуляли вы или будете гулять в районе Новособорной площади, которая сейчас здесь рядышком, да, напротив нее находится главный корпус Тусура с такими массивными большими колоннами. Вот в 1905 году этого здания не было. А там был другой дом, тоже достаточно большой. В этом доме находилось управление Сибирской железной дороги. И вот была демонстрация студентов, служащих, железнодорожные рабочие принимали в нее участие. Это вот по ходу первой русской революции. И в противовес им как раз выступила толпа, подстрекаемая черносотинцами, вооруженные люди там всякими арматуринами, железяками. Первые не были вооружены. И они отступили, укрылись вот в этом вот, в управлении. Большая часть народа укрылась. Часть народа укрылась в Королевском театре драмы. Следующее здание. И еще немного, небольшая группа через дорогу в клиниках СибГМУ у нынешних. Клиники не тронули. А вот эти два здания завалили входы-выходы в них и подожгли в конечном итоге. То есть там очень людей, много погибло и в пожарах, и потом еще рассказали, кто пытался выбраться, их там вот настигали, добивали. Вы знаете, когда я первый раз читала вот этот материал этого следственного дела, ну, прямо такое ощущение, вот дежавю было. Как будто бы это вот то, что я буквально недавно видела. В Одессе. В Одессе тоже в школы. Возможно, что вот с политикой. То есть и Дверницкий, известный деятель Союза Роского Народа, потому что он как бы один из вдохновителей тоже этих вещей был. То есть эти вещи происходили с санкцией властей наших. И вроде как даже и император Николай Второй потом, по прошествии какого-то времени, отблагодарил и нашего губернатора, и того же нашего архиерея, про которого есть упоминание, что он благословил толпу на все вот эти вот вещи, им отблагодарил своим царственным действием. Толпой же руководили, все равно. То есть не может же быть такого, что толпа сам организовалась. Ну, триада, которую черносотницы, так сказать, проповедовали, вы же знаете, наверное, да? Православие, монархия, народность. То есть, ну, можете примерно представлять, наверное, какие идеалы были у этих людей, что они отстаивали, в противовес тем, которые, так сказать, на стороне революции выступали в тот момент. Понятно. Вот. Ну, так или иначе, школу закрыли. И какое-то время здесь, естественно, находился церковный архив. После Октябрьской революции 17-го года здесь жили люди. Часть дома отдали под бесплатное общежитие для студентов, опять же. И вот в 23-м году этот дом передали в Ледние горы отдела ОГПУ. ОГПУ объединенное в Старственное политическое управление предшественникам ТВД. Народный комиссариат. Говорят, здесь в этой тюрьме и расстрельный коридор был, да? А это вот, где мы с вами стояли, напротив Кассира. Подойдете потом, посмотрите. Прозрачная дверь. За ней начинается вход в этот подземный коридор. Мы ничего вам не можем сказать достоверно, кто его строил, когда его строили. То есть, строили его до чекистов, и чекисты его просто использовали, или строили его чекисты. Никакой достоверной информации нет по этому поводу. Есть упоминание о том, что его действительно использовали, когда здесь была тюрьма, для того, чтобы припровождать подследственных непосредственно вот из этого здания древнего, соседнее здание, которое находится на противоположном конце. Другой подземный коридор, получается, подземный ход. Он под сквером памяти идет, вроде как к заднему двору вот этого вот здания соседнего. Там находилось управление, гору управления НКВД. То есть, администрация этих органов, руководство, они в том, как раз здание располагались. Вот. Есть упоминание о том, что на допросы в один стол садения здания в том числе. Про расстрелы я, как историк, вам ничего не могу сказать. Нет достоверных следований. Ну, в общем, на уровне слухов пока это все, да? Очень интересно. А вот что касается плановых арестов там и так далее? 57-й, 38-й? Да, 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 да. Ну, на эти годы действительно пришелся пик политических арестов и пик расстрелов, к сожалению, да? И вот этот зал, он как раз в основном посвящен вот этой тематике, так называемому большому двору. И поэтому здесь вот этот как раз документ располагается. Это копия, хорошо состаренная копия оперативного приказа наркома Ежова, тогдашнего наркома внутренних дел номер 00447 30 июля 1937 года об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и различных антисоветских элементов. Акцент делался прежде всего на бывших кулаков, поэтому вот эта вот операция теперь в историю входит как кулацкая или антикулацкая. Ну, то есть вот смысл один тот же, что в то, что в другое слово вкладывается. Вот этот приказ санкционировал первую вот эту в стране массовую секретную операцию. И вслед за этим приказом вышли еще несколько приказов, которые санкционировали проведение таких же секретных массовых операций по национальному признаку. Самая крупная из них была польская. Приказ 00485 августа 37 года. — Говорят, вот когда по плану не хватало, там, допустим, для отчетности, прям заезжали в дальнюю какую-то деревню и арестовывали всех деревенских. Ну, вот такое даже слышно. — Знаете, может быть, и было где-то такое. Понимаете, много еще зависело от конкретных исполнителей, конкретных людей. То есть люди, которые работали в органах, они тоже были разные люди. То есть кто-то был действительно идельный коммунист и, так сказать, совестливый человек и так далее. Вот недавно со всеми я встречала информацию, что в это время проводилось, например, очередное заседание Омского горкома. И после обсуждения, проведения, как будут проводиться все эти операции, один из чекистов, я не помню, к сожалению, его фамилию, он встал и говорит, ну, это невозможно. Он, собственно, об этом и говорит, мы осуждаем человека заранее без всякого суда и следствия. Мы его приговариваем либо к расстрелу, либо к лагерю. Ну, собственно, сам этот чекист, ну, тоже не пережил третий миллион. А кто-то, наоборот, воспользовался ситуацией. То есть теплое место, так сказать, возможность продвигаться по службе. Ты ищешь рогов, ты их много находишь. Ты молодец. — Ну, как всегда. Всегда во все времена были люди идейные, которые были верное дело. И те, которые приспособленцы там и так далее. Очень интересный рассказ. А вот, кстати говоря, про Колпашево тоже. Это же тоже вот... — Это вот в соседнем зале есть фотографии, да, Колпашево. Там была тоже крупная тюрьма. Она частично использовалась как пересылочная тюрьма. И на территории этой тюрьмы тоже произвали массовые расстрелы, захоронения. Вот тут Колпашевский яд, ну, иллюстрация, да, предполагается, что это то Колпашевский яд. Тюрьму убрали в начале 50-х годов, захоронения остались. И это все оказалось именно на том берегу Аби, который подмывается рекой. И отмыло-мыло этот берег. В мае 79-го года часть берега рухнула, и часть одного из захоронений вышла на поверхность. Ну, вот эта фотография, кстати, говорят, что это вроде как не оттуда фотография. — Не оттуда, да? — Ну, не знаю, я сама это не могу точно сказать. Да, надо было, наверное, по-человечески поступить со всем этим делом, то есть похоронить и так далее. Но было принято решение, что не будем афишировать эту историю. И уже искусственно размывали берег. Он рушился, эти останки падали в воду. То есть что-то утонуло, что-то утопили, что-то уплыло. — Говорят, что вот сами трупы после того, как их расстреливали, засыпали известью, и они мумифицировались. — Да, есть. То есть перекладывали там лапником, известью, то, что пересыпали, да. И да, и собственно благодаря этому вот такой вид они имели, когда падали в воду. — И уже в наши дни, говорят, ну можно было даже вот, когда трупы находили, можно было достоверно разглядеть, то есть черты лица человека, которые… — Ну чего я не знаю, то есть я разное свидетельство читала, одни одно говорят, другие другое говорят, но не буду я говорить ничего в этом плане. — Ну понятно. — Спасибо, очень интересный рассказ. — Да, пожалуйста. — А как вас зовут, если порекомендую? — У меня Лиза-зал. — Такие вот ужасные камеры. Кормушка. Бланду подавали в нее. Здесь вот глазок надзиратели наблюдали с заключенными. Откидные нары. Надень эти нары пристегивали к стенке, чтобы заключенные не могли сидеть или спать. Ушаночки, телогреечки. Ну и, конечно же, туалет. Назваемый аппараш. Страшное дело. Аз. И закрылась дверь за тобой. Блин, дай бог. Короче, ребята, кто хочет на экскурсию в тюрьму, приезжайте в Томск. Здесь полное погружение. Кстати говоря, вот экскурсовод, который я сейчас рассказывал о репрессированных, она просто волшебник в своем деле. Вот рекомендую к ней обращаться. Если сюда приедете, прям спрашивайте ее, она замечательная экскурсия. Да, не дай бог оказаться, конечно, в таком месте и примирить на себя такую одежду. Карцер. 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 Карцер.